Весна опять пришла и лучики тепла. Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Трехкомнатную квартиру сегодня с вами посмотрим. Смотрите, какая замечательная, классная погода. Трешечка 97 квадратных метров, старый добрый кит. Вот так он выглядит, наш домик. Тут порядка пяти домов. Да, по-моему, пять домов тут. От строительной компании Кит, кирпич. Дома кирпичные. По месту, по локации сейчас вам тоже расскажу. Давайте сначала прогуляемся по придомовой территории. Дом 2007 года постройки, конкретно наш дом, который мы продаем, Московский проспект 149. Придомовая территория, детская площадка, песочек, качельки, горочки-карусельки. Ну, вроде бы все неплохо. Также с вами обращаем внимание на благоустройство придомовой территории. Но к моему приезду обычно не готовятся. Знаете, я как бы без предупреждения приезжаю. Чем, собственно говоря, и хорошо, да? Можно воочию все увидеть. Вот вам, пожалуйста, Alcabrand, сеть фирменных магазинов. Кому надо. Ну, а кому не надо и не надо. В принципе, чистится, убирается. Вроде бы неплохо все. С парковочными местами плохо. Прям плохо, реально плохо. Ну, что есть, то есть, дорогие мои. Что я вам тут буду что-то придумывать, что-то рассказывать. Снажновато придется с машиной. Но, тем не менее, 5 жилых домов в комплексе. Поэтому я думаю, что, в принципе, если поездить, потыкаться, помыкаться, если поздно вечером приехали, то я думаю, что не у своего дома, вот так у соседнего где-нибудь местечко-то найдете, приткнетесь. Магазины формата у дома. Вот там я проходил магазин продуктов в соседнем доме. Вот тут какой-то магазинчик губернский. Сначала подумал, было закрыто. Нет, открыто. Что-то там делают, что-то там копошатся. По самому месту что могу сказать? Школы детского сада здесь нет. Ближайшие школы и детский сад. Это у нас остановка немецкий городок. Это буквально у нас получается сколько? Две остановки отсюда. Школа номер один, там же и детский сад. Московский проспект, торгово-развлекательный комплекс, да, или как он называется. Там же у нас рынок Воронежский. То есть в принципе все недалеко. Тут же у нас рядышком получается из таких достопримечательностей, скажем так. Так, что это у нас тут? Медицинский центр. Что-то там молочных желез. Вот он, пожалуйста, тоже в нашем доме. Перинатальный центр. Перинатальный центр здесь рядышком, где у меня как раз-таки мои детишки появлялись на свет. Аж целых три года уже назад. Поэтому очень удобно. Купите здесь у нас квартиру. Родятся у вас дети. Вы их сюда вот прям пешочком принесете в вашу трешечку 97 квадратных метров. Еще одна детская площадка. Обратите ваше внимание, это уже получше, посерьезней. Да, наверное, не совсем современная, да, не пластиковая. Но может быть пластика, оно как бы и не надо, смотря какой пластик. Китай, не Китай. Ну, как бы, по крайней мере, что есть, да. Качельки есть, горочки всякие разные есть, песочек есть. Есть, где вашему ребенку будет чем заняться. А вы будете выседать вот на этих лавочках и смотреть за своим любимым чадом. Ну что, вот еще смотрим с вами. Наличие парковочных мест плоховато, честно говоря, да. Это вот прям минус такой. Есть у этого жилого комплекса. Пожалуйста, вам сосны немножечко оставили. Конечно, много вырубили. Это плохо. Так, там я вижу какая-то спортивная площадка для игры в волейбол, баскетбол. Или в футбол. Все, что хотите. Вот тут же у нас управляющая компания находится. Там гостиница. Как она? Амакс, по-моему, если не ошибаюсь. И еще раз посмотрим благоустройство придомовой территории, чистоту. Работа управляющей компанией. Вот на первый взгляд все неплохо. Пойдемте теперь саму квартиру уже посмотрим. Так, друзья, 13 этаж у нас. Квартира, напоминаю, 97 квадратных метров общей площадью. Дом 2007 года. Застройщик кит, кирпич. Начинаем, как всегда, от входной двери. Значит, квартира у нас некоторое время сдавалась. Здесь, собственно говоря, сейчас с вами все видите. Она у нас и обставлена вот именно для сдачи в аренду. Все приготовлено. Здесь несколько спальных мест. И практически все, что вы увидите на этом видео, практически все это останется у нас здесь нашим покупателям. Ну, если надо, да? Мебель, бытовая техника. Так, вот входная дверь у нас. Входная дверь. Электрический счетчик. Сделан такой пуфик, какой-то шкафчик. Упитых складывать бережно, дабы не повредились. Складывать отдельно, пол соблюдая. Иначе при пробуждении конфуза не оберешься. Указ Петра Первого. Ну что ж, очень-очень классный указ. Я думаю, что надо было его соблюдать. Да, его соблюдать нужно, конечно. Конфуза не оберешься, однозначно. Так, здесь у нас плитка. Дальше. Вообще, вот этот холл, давайте я вот с этой стороны вам покажу. Вот этот холл у нас по площади получается 24,5 квадратных метра. Вот входная дверь. Вот этот холл сделан. Обратите внимание, шкаф-купе. Шкаф-купе такой, прям во весь рост. Кстати, потолки у нас здесь 2,70. Вот вообще не давят. Прям классный 2,70. Прям хороший такой размер потолков. И шкаф-купе. Пожалуйста, хороший, вместительный. Зимние вещи какие-то можно сюда сложить, что-то убрать. В общем, как бы местечко прям вот позволяет. Прям много. Можно сюда упаковать. Есть некоторые какие-то... Ну это мебель, да, это мебель. Есть какие-то там недоделки. Но здесь кантик это приклеить. И как бы... То есть свои функции он как шкаф-купе выполняет. Что-то, конечно, там требует ремонта. Так, двери. Двери, ну в принципе, неплохие, такие тяжеленькие. Как, давайте, наверное, по порядку пойдем. Как уже сказал, вот этот холл 24,5 квадратных метра. Там у нас раздельный санузел. Дальше пошли три комнаты. И вот здесь у нас кухня. Ну давайте по порядку как раз таки и пойдем. Так, здесь у нас что получается? Здесь у нас туалет. Ух, вытяжка заработала. Заработала этот туалет. Санузел у нас раздельный. Пожалуйста. Плитка современного образца, если можно так сказать. Раковина, пожалуйста. Ручки помыть. Дела свои сделали. Ручки помыли. Работает прям так. Достаточно громко. Вытягивает. Так, дальше у нас по ходу движения. Смотрите, здесь такая некоторая ниша сделана. Повторюсь, квартира сдавалась. И в принципе здесь все, знаете, так вот продумано, проделано. Вот именно для удобства как раз таки людей, кто приезжает на сутки, на несколько суток. То есть она вот в такую аренду сдавалась. Посуточно. Здесь стоит какой-то компьютерный столик. То есть чтобы здесь что-то поделать, посидеть, никому не мешая. Вот розеточки, пожалуйста, сделаны. И дальше пошел у нас длинный коридор. Три жилые комнаты. И здесь у нас ванна. Так. Ванная комната. Так, джакузи, пожалуйста, вам. Полотенце-сушитель. Да, где-то что-то не горит, где-то что-то там какие-то лампочки, да, поменять нужно как бы. Ну, это такие, как бы, скажем так, мелочи, да. Так, стиральная машинка останется. Все в рабочем состоянии. То есть все будет у вас, да, останется будет, если надо, да. Мебель, бытовая техника. Все это вам еще послужит какое-то время. Какие-то шкафчики сделаны. Мойка. Такая удобная поверхность. Достаточно большая ванная комната. Ведь и стиралочка хорошо стоит. Так, идем с вами дальше. Дальше у нас по ходу движения получается комната 14 квадратных метров. Спальня, да. Повторюсь, квартира сдавалась. Некоторое количество спальных мест, как бы, да, побольше людей, чтобы могли здесь разместиться, собственно говоря. Да, семья, если приехала, там на сутки, на двое, на трое. Командировочные, может быть, какие-то, да, по делам. То есть вот поэтому здесь вот такая вот именно расстановка мебели, как бы, и сделана. Да, требуется какой-то косметический ремонт. Видите, где-то там обойки нужно поменять. Ну, как бы, это такие мелочи, поэтому на это внимание особо обращать, думаю, не стоит. Потолки также у нас здесь 2,7. Ну, они по всей квартире 2,7. Обратите внимание, они прям вот выведены в ноль, что называется. И, собственно, и говорит, даже ему стоило это дороже намного, чем... Проще было просто натяжные потолки сделать и все. Вот на самом деле это так. Натяжные потолки сейчас как бы копейки стоят, поэтому... Вот он заморочился. Он сделал такие прям хорошие потолочки. Пластиковые окна. Пластиковые окна у нас. Это радиаторы от застройщика. Вот эта комната, напоминаю, 14 квадратных метров. Так, идем дальше. Дальше у нас по ходу движения получается комната 16 квадратных метров. Да, пол линолеум у нас. Здесь линолеум. Комнаты все, знаете, такого нормального, хорошего размера. 14, 16, то есть нет каких-то вот клетушек там по 8, по 10 квадратных метров. Нет, комнаты прям все вот такие хорошие, нормальные. Так, ну а там у нас что? А там у нас, собственно говоря, Московский проспект. Московский проспект. Идем с вами дальше. Еще одна комната 16 квадратных метров. То есть вот эти вот две комнаты, последние они по площади одинаковы. Тоже 16 квадратных метров. Видите, шкаф сделан. Шкаф останется. Тоже достаточно вместительный, глубокий. Там какая-то даже, что-то не знаю, ниша какая-то сделана. Ну, повторюсь, лампочки какие-то, что-то где-то не горит. В общем, купите сами там уже все это. Вот эти небольшие. Я считаю, действительно это небольшие. То есть основное здесь все сделано. Обойки переклеить, где-то лампочки поменять. В общем, такие вот как бы мелочи, как таковые. Так, балкончик у нас 8 квадратных метров. Мы зайдем на него с кухни. У нас же еще осталась кухня. Посмотрим с вами еще кухню. Так, друзья, тут у нас тоже еще сделан такой шкаф. Шкаф-купе. То есть вот тут в коридоре громоздкий большой. Прямо много-много можно напихнуть. И вот еще один, пожалуйста, вам сделан. Так, и осталась у нас кухня. Кухня 20,5 квадратных метров. Полплитка. Оцените масштаб трагедии, что называется. 20,5 квадратных метров. Вообще, вот классный метраж для кухни. Вот реально классно. Вот эта кухня вам здесь останется, пожалуйста. Холодильник, по-моему, тоже остается. Посудомоечная машинка остается однозначно. То есть вот квартира, что называется, практически заезжая и живи. То есть, ну, кровати, по-моему, только заберут собственники, да. И, по-моему, один диван. Остальное все вот в этой квартире остается. Так, здесь у нас натяжной потолок. 20,5 квадратных метров. Прям очень хороший размер для кухни. Осталось у нас лоджие. Я же обещал вам, что мы выйдем с вами на лоджию. И посмотрим, что мы тут с лоджией можем наблюдать. Так, это наш московский проспект, по которому, вот, московское направление, скажем так, да, вот, именно по этому направлению, как раз-таки у нас люди сюда, когда заезжают в Воронеж, вот, по этой дороге с Москвы как раз-таки проезжают. Вот оно, московское направление. В ту сторону, забыл сказать, друзья, буквально сколько получается, ну, 10, наверное, минут, а может быть, и даже и меньше, торгово-развлекательный комплекс «Град». Пожалуйста, тоже вам еще одна достопримечательность нашего города, океанариум, все-все вот там. Сосновый лес, смотрите, какая красота. Там же у нас спортивный комплекс «Олимпик». Прям вот тоже все это рядышком. То есть вам не нужно будет через весь город тащиться вот прям рядышком. Сели, две остановочки доехали. И теперь обратите внимание на нашу лоджию. 8 квадратных метров. То есть у нас выход и из кухни, и из комнаты. Давайте прогуляемся по лоджии, чтобы вы могли оценить ее размеры. Тут какие-то шкафчики тоже сделаны. Естественно, тоже все это останется. На потолочке какие-то точечные светильники. Так, лоджия у нас обшита пластиком. Окошечки пластиковые, естественно. Отличная лоджия. 8 квадратных метров. Так, друзья, и теперь плавненько-плавненько тогда мы переходим с вами к стоимости нашей квартиры. Напоминаю, 13 этаж у нас в доме, 16 этажей, застройщий кит, дом 2007 года постройки, кирпич. Значит, аналог в этом доме на третьем этаже, ну, сами понимаете, да, что такое третий этаж и тринадцатый этаж. Пять миллионов рублей аналог. Аналогичная квартира, аналогичная площадь, пять миллионов рублей. Но нам, собственно говоря, пять миллионов рублей не надо. Нам нужно значительно, гораздо меньше. Четыре миллиона четыреста тысяч рублей стоимость нашей квартиры. И, друзья, естественно, возможен торг. Торг есть у нас в каждой квартире. Вы знаете, все квартиры, которые я снимаю, обязательно присутствуют некие торг. Поэтому четыре четыреста девяносто семь квадратных метров, спутник, кирпич, свежий дом, на мой взгляд, цена адекватная. Вот, реально адекватная. И с учетом того, что здесь остается мебель, бытовая техника, то есть вы можете также использовать, допустим, как готовый гостиничный бизнес. Собственно говоря, как эта квартира и использовалась. Она сдавалась на сутки, по суткам, по дням. Вот, можете использовать ее вот именно как для себя, для жизни. Повторюсь, достаточно хороший метраж для трехкомнатной квартиры. Отличный размер кухни, 20,5 квадратных метров. А по месту, друзья, вот это как раз таки то место для тех, кто любит, казалось бы, жить в городе, да, но не любит какой-то, скажем так, вот этой движухи, какой-то суеты. Все-таки здесь дом стоит немножечко особнячком. Здесь две остановки у нас, получается, до немецкого городка и три остановки до торгово-развлекательного комплекса Московский проспект. То есть, вы в городе, это северный район, Коминтерновский район, но в то же время вы находитесь на таком неком отдалении. Есть лесок, пожалуйста, где можно походить, погулять. То есть, как бы, вот для тех людей, кто не любит, вот, скажем так, да, какую-то суету, какую-то движуху постоянную, это вот квартира как раз-таки для вас. Цена, на мой взгляд, повторюсь, вполне себе адекватная, поэтому по коммуналке, к сожалению, ничего не подскажу. Это все контакты, как обычно, нашего специалиста, кто эту квартиру ведет, вы найдете под этим видео, ей пишите, звоните, торгуйтесь. То есть, все вопросы решайте с ней по поводу показов, тоже договаривайтесь именно с ней. Елена ее зовут, поэтому все вопросы, что касается вот этой квартиры, вы все можете задавать ей. Мое дело маленькое, приехал, отснял, проверил документы, с документами все полный порядок, собственники покупали квартиру непосредственно у застройщика, не было никаких там перепродаж, еще чего-либо. То есть, собственники первые, да, как с автомобилем, один хозяин у автомобиля, да, здесь их три, мама, папа, сын, все взрослые, совершеннолетние, но покупали непосредственно у застройщика, никаких перепродаж не было. Документы максимально, кристально, юридически чисты. Все, друзья, на этом буду закругляться, заканчиваю свой обзор этой, хороший, неплохой, на мой взгляд, да, с хорошей, ну, согласитесь со мной, да, с хорошей планировкой. Кухня 20,5 и три комнаты, 1,14 и 2 по 16. Прям вот, прям действительно все хорошо. Хорошо, заканчиваю свой обзор, поэтому, кого данная квартира заинтересовала, обязательно пишите, звоните, покажем в удобное для вас время. Кто на наш канал еще не подписан, обязательно подписывайтесь, будет много еще вот таких интересных, различных обзоров недвижимости нашего города. И пишите комментарии, все комментарии читаю и стараюсь на комментарии отвечать, не всегда получается, но, по крайней мере, я стараюсь на них отвечать. Ставьте лайки, если видео вам было интересно и полезно, и до новых, до новых встреч. Пока-пока, друзья, покупайте недвижимость правильно. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества.